всем привет меня зовут юля вы на моем канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем красить яйца на пасху не совсем обычным способом мы с вами возьмем для этого бутылку вина это вообще самое дешевое вино но стоит 159 рублей самое дешевое которое только было в магазине только не пей его пожалуйста да я думаю что это будет опасно поэтому вино не пьем мы его отправляем только для покраски яиц нам понадобятся белые яйца сырые вот такое вино самое любое дешевое так как смотрите у меня здесь вино сухое и она все-таки прям максимально дешево я еще добавлю немножко сахара если вы берете какое-то домашнее вино свое она у вас полусладкое или сладкое то сахар можно не добавлять вообще я видела то что без сахара тоже делают но все-таки самые-самая прелесть этого способа покраски в том что там яйца должны так красиво блестеть это как раз делается из-за кристаллизации сахара поэтому у нас получается три ингредиента вино яйца и сахар яйца складываем в ковшик все как обычно пока что теперь мы открываем нашу бутылку вина у меня есть такой чудесный штопор вообще его обожаю если вдруг и той стороны поставил если вдруг не видели сейчас вам покажу я в ту сторону нажимаю не знаешь что мне подразразилось немножко открыли вот замечательно прекрасно теперь надо пробку извлечь пахнет какой-то кислятина если честно ну прямо каким-то кислым виноградом в составе у нас написан вино винограда красного сорта молдова понятно теперь вместо воды мы заливаем яйца вином и ставим на плиту еще совсем забыла то что я буду добавлять сахар я добавлю наверное три-четыре столовых ложки ну на всякий случай значит мы с вами ставим яйца на плиту доводим до закипания и варим после этого 10 минут то есть нам нужно сварить яйца в крупную все как обычно но за исключением того что они у нас варятся не в воде обвиняют прикинь они прям варятся в вине запах на всю квартире уже вытяжку прибавила но равно прям воняет в общем имейте ввиду что можно сменить пока вы красите яйца этим способом неплохо кстати ты знал что существует наука значение наука а терапия которая лечит эти разные заболевания вином о как нет не знал вот так вот кстати и это может быть из этой науки я знаю то что бокал вина на ужин не только полезно но еще и мало огонь вообще расстреляли просто шутками в общем ждем когда яйца сварится они у нас закипели мы засекаем 10 минут и после этого я вам расскажу что делать дальше смотрите у нас что сейчас получается пока вот такая вот какая-то непонятная история похоже как будто в луковых перьях мы их красим только вонь на всю квартиру не лук кажется кошку нас даже пьян она хотел немножко короче смотрите советует вот это все значит красоту оставить на 10-12 часов поэтому я сейчас вот это вот закрою крышкой чтобы просто перестал вонять и оставлю на ночь а завтра посмотрим что получилось надеюсь будет красиво а если будет некрасиво в крайнем случае мы проверили способ и больше пользоваться им не будем друзья у нас с вами получились вот такие яйца они вышли немножко не такие как я ожидала потому что на видео на фотографиях которые я видела они были мерцающие такие блестящие но насколько я понимаю это все зависит от вина поэтому если у вас есть какое-то не очень хорошее вино или остатки можно покрасить яйца вот так но я буду в следующем году обязательно пробовать какое-то другое вино сладкое с большим содержанием сахара чтобы яйца у меня получились мерцающие в общем вот такой способ тоже есть всех поздравляю с наступающей пасхой подписывайтесь на канал ставьте лайки и пока я бутылку схватила зачем друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале зачем мы говорим кулинарном и слышу не кулинарный просто на канале